Раннее субботнее утро, Белорусский вокзал и туристы, которым точно не до сна, они собираются у памятника прощания славянки и отправляются в увлекательное путешествие навстречу ярким впечатлениям и новым знаниям. Железнодорожная экскурсия «Усадебный экспресс» на протяжении нескольких месяцев завоевывает сердца неутомимых путешественников. На этот раз было выбрано направление в сторону Захарова и Больших Везем. Вот в таком комфортабельном и удобном экспрессе теперь любой желающий может отправиться на экскурсию в Одинцовский район. Добро пожаловать! Пока поезд следует до станции Голицына, гостям экспресса предлагают не только напитки, но и знакомость с пушкинской эпохой. Ведь места, которые предстоит им посетить, неразрывно связаны с именем великого русского поэта. Для некоторых гостей экскурсия в таком формате оказалась уже не первой. Я уже второй раз еду с «Усадебным экспрессом», была на самой первой экскурсии в Мелехове. Это было потрясающее совершенно впечатление. Я не ожидала, что будет так хорошо, потому что мало того, что, безусловно, интересно побывать в таких местах, но еще очень хорошо организованы экскурсии, плюс масса всяких интересных фишек. Проект «Усадебный экспресс», созданный в прошлом году, успешно реализуется и пользуется спросом. По словам организаторов, такие путешествия должны познакомить людей с русской усадебной культурой. У нас большие планы. В этом году мы хотим захватить основные усадьбы в Подмосковье. То есть будет со всех направлений, Белорусская, Павелецкая, Курская, Ярославское направления, отправляться каждые выходные поезда по различным усадьбам. Также у нас планы не только Московской области, но и Владимирская, Рязанская, Калужская, Тульская области. Первой точкой маршрута увлекательной экскурсией стала Пушкинская Захарова. Живописный подмосковный уголок, в котором поэт провел свое детство. Гостям показали конный двор, господский дом, пруд, фруктовый сад. В центре сада находится памятник, его мы с вами и видим, где изображена хозяйка имени Мария Алексеевна и маленький Александр. Этот памятник был поставлен в 2005 году. Автор памятника – скульптор из города Воронежа по фамилии Казинин. Продолжилась необычная экскурсия уже в усадьбе Большие Веземы, где находится уникальная звонница, построенная при Борисе Годунове и недавно отреставрированный музей. Сюда можно приехать и зимой, и летом, и летом покататься на лодках, зимой побродить по заснеженным тропинкам, посмотреть экспозицию дворца, экспозицию флигелей, которые сейчас поднимаются. Скоро мы откроем западный флигель, восточный флигель. Так что милости просим. Совершает путешествие усадебный экспресс два раза в месяц. О проекте, ценах, предстоящих маршрутах можно узнать на официальном сайте. Следующий вояж состоится в Ярославском направлении. Ну а это путешествие по усадьбам Одинцовского района завершилось концертом виолончельной музыки и квестом по дворцу. Получив массу впечатлений, пассажиры усадебного экспресса отправились обратно в Москву уже поздним вечером. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.